МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обсуждаем вместе на канале ГРТ. Здравствуйте! Животноводы Гагузи озадачены, где производить выпас скота в 2022 году. Проблема на самом деле насущная. Какая? Посмотрим в сюжете. Вернемся в студию для обсуждения. В Гагузи работает 16 авторизированных овцеферм и козоферм. Животноводы отмечают, что если проблема со студентом паспищ не решится в ближайшее время, то число ферм значительно уменьшится. Стоиловое содержание. Даже если захотели бы, выгульное у нас не позволяет ни территории, ничего. Вот ты кругом, где не глянешь, нету, где выпаса нет. Если бы на это как-то отреагировали наши власти, может, как-то бы и помогли бы нам. Проблемы отсутствия паспищ в Гагаузи ежегодно стараются решать на уровне примарий. Фермеров приглашают на встречу с местными органами власти и определяют территории, где можно пасти скот. Однако, как говорит руководитель ассоциации овцеводов Гагаузи, Григорий Варпан, площади все равно не хватает. Вот они должны нам предоставлять, чтобы мы ухаживали, содержали это паспи. Я посажу туда экспертительную церковь, например. Я знаю, что сколько я потратился, мне хотя бы оттуда взять первую коз, а дальше уже там пасутся овцы. Мы будем, ну, не те налоги платить, как лидеры платят, а платить те налоги, как мы должны платить за пастбище и за одну овцу. Последние десятилетия площадей, на которых можно пасти скот, становится все меньше. Местные власти отдают либо сельхоз лидерам для обработки, либо в лесной фонд. По мнению председателя Федерации овцеводов и козоводов Молдовы, государство должно обратить на это внимание и оказать поддержку животноводам. Чтобы платить субъекты за голову, за молоко, за литр молока, должен давать субъекты, чтобы держать их на месте, чтобы кормить на месте. На месте кормить очень дорого находится и не выходит ничем. Советник в муниципе Комрад Степан Кара отмечает, что с проблемой знакомый знает ее решение. Сегодня тоже надо провести разделительное пастбище, тоже надо разделить на два класса, так скажем. Это пастбище, которое для выгула и пастбище, которое для обработки, для выращивания именно кормов для животных. Если состояние пастбище, если будут дожди, то не будут засухи, то есть людям, где прокормить свой скот. Если не будет дождей, то оно везде у нас высохшее и толком нечем производить крупно-рогатого или мелко-рогатого скота. По традиции у гагаузов сезон выпаса скота начинается 6 мая на празднике Дерлейц. Зинаида Канцер, Гликоя Ставила, Сергей Георгиев, ГРТ Новости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позже к нам подойдет Григорий Варбан, председатель Ассоциации овцеводов и козоводов Гагаузии. Мы приглашали также Михаила Горгалыка, фермера, стамая, но, к сожалению, человек не может, потому что производство, это и есть производство. Иван Петрович, первый вопрос будет к вам. Почему эта проблема возникла? У нас, оказывается, нет территорий под выпас скота. Или они есть на сегодняшний день? На сегодняшний день по отчетам примарей от ОКГУЗИН в среднем у нас около 16,5 тысяч гектаров пастбищных земель. Выпасать есть где, но дело в том, в некоторых примариях это разное количество пастбищ, так и разное количество содержания животных. И в каких-то примариях требуется более большего количества пастбища для выпаса животных, каких-то менее. И для этого некоторые пастбища эксплуатируются по назначению сельхозпроизводства, выращиваться сельхозкультурой. Почему у нас в последнее время приоритет отдается больше по выращиванию сельхозкультуры? Животноводство – это тоже немаловажный сектор, Андрей Петрович. Почему так происходит, что многие животноводы сетуют, что поля, которые были предназначены под выпуск скота, пастбища, то есть территории угодий, они зачастую их приватизируют сельхозпроизводители. То есть больше растеневодство у нас занимает площадь, нежели животноводство. Да, проблема пастбища, она существует. Она с давних времен, можно сказать, еще с советских времен была такая проблема. И с года в год мы видим, все-таки хотим, мы этого не хотим, поголовье животных уменьшается. Как в частном секторе, так и в ассоциированном секторе уменьшается поголовье животных. С этими связано то, что некоторые площади пастбищ потихонечку при Марии дают в аренду. Вот где-то есть моменты незаконной обработки пастбищ некоторыми аграриями. Вот для этого главное управление АПК сегодня работает над вопросом инвентаризации пастбищ во всех примариях. Мы эту работу начали, он есть в плане работы нашего управления на этот год. Мы эту работу начали, начали с села Дизгинжа, Копчак. Вот и дальше будем продвигаться дальше по тем остальным примариям. Почему берут в аренду или обрабатывают, то есть не используется пастбище под выращивание или именно по своему назначению. Потому что тут справедливости ради надо сказать, конечно же, что скота становится меньше. Если мы возьмем европейские страны, там вообще нет в частном секторе животных, они не пасутся на полях там и так далее. Есть зарегистрированные хозяйства, есть закрепленные за ними земли. Ну по сути же, у нас тоже так же по закону регламентируется то же самое. Животновод должен обратиться в органы местного публичного управления для того, чтобы произвести авторизацию той или иной территории для выпаса своего скота. Так же, Иван Петрович? Какая процедура у нас для того, чтобы я животновод... У нас есть авторизированная ферма, авторизированное хозяйство свое. У нас этого нет на сегодняшний день. У нас есть наряду, вот как сейчас было, значит, видели мы вот на этом интервью, репортаже, есть хозяйства, которые авторизированы, имеют разрешение, имеют предприятие и работают. Но очень много у нас частных хозяйств, физические лица, которые имеют, скажем, 50 голов, 100 голов, 200 голов и более голов, работают не авторизированно, не имеют предприятия, то есть работают незаконно, если так можем выразиться. И естественно, что здесь уже стихийно идет... Это браконьерство, что ли, у нас получается? Нет, мы не говорим о браконьерстве, мы говорим о физических лицах, которые имеют определенное количество голов и не зарегистрированы нигде. Просто, как и было всегда, значит, вывозят свой скот весной на пастбище, а зачастую они пасут его и в зимнее время, и вот ранней весной, когда не нужно. Наши старики почему говорили, что осенью 8 ноября на кассам надо закрывать животных, а на хидерлесь выпускать их на пастбище. Тогда за это вот время пастбище успевает укрепляться, там растет растительность нормальная, и эти пастбище потом дают нормальный урожай, травы, которые можно использовать весь год. А сейчас, даже имея то количество пастбищ, которое у нас есть, можно было бы прокормить этих животных, но в связи с тем, что они всю зиму пасутся, можно сказать, до поздней осени, и в зимнее время, ранней весной начинают, они своими копытами утаптывают эту молодую растительную землю. Пастбище становится некачественным, там травы очень мало, поэтому ее не хватает. Это одна из основных причин. То есть у нас угодья под пастбище предусмотрены только для физических лиц, зарегистрировавших право собственности как животновода. для обычных граждан у нас нет территорий для выпаса собственного домового скота. Для всех. Какова процедура? Может, люди не знают о правилах, о нормах, которые действуют, поэтому и так и получается, что вот, как Андрей Петрович отметил, многие люди... В среднем... У нас есть отмеченные территории, где человек, вот, имея свое подворье дома скота, он может выйти и выпасть из воздуха. Он обращается в примарию. Обязательно должен обращаться. Вот земля принадлежит примарии, является законным владельцем земли примария. Обращается примарии. Он указывает, какое количество у него животных. Но для этого у него они должны быть официально. Животные должны быть проберкованные. И он обращается в аванс, который предоставляет ему авторизацию и беркует тех животных, у которых отсутствует идентификационный номер. Берки – это идентификационный номер того или иного животного. Обращается на основании справки об авторизации своих животных, что у него такое-то количество голов, и ему требуется пастбище. Есть зоотехнические нормы, расчетов, какое количество пастбища нужно для той или иной головы. Будь это овца или крупнорогатый скот. В среднем это от 10 соток до 2 соток на овцу. Но это есть оккультурное пастбище. Пастбище, с которым провели уход. Либо, как сказал Андрей Петрович, если пастбище, на котором пастется круглый год, то, естественно, эти 10 соток, либо 20 соток на овцу или козу не хватит на период пастбе. Как было правильно сказано, опять же повторюсь от Андрея Петровича, в программе передачи, что вы сейчас показали, на хидролест начинается выпас. Но у нас уже некоторые выпасают. Тем самым повреждают корневую систему и ухудшается пастбище. И никто не проводит улучшение пастбище, что рекомендуется в законе о животноводстве Республики Молдаву. Нужна быть программа по улучшению. То, чего никто не производит. Но у нас есть эта программа, должна быть? Или она разрабатывается? Каждая премария разрабатывает. Вы как-то сотрудничаете с органами местного публичного? Если к нам обращаются со всеми сотрудничаями. У нас есть выработан план, и у нас также мы ходят на свое время вместе с АСИ. Это норма. А как требования этого нету, да, Иван Петрович, получается? Мы не имеем права требовать. А кто имеет право? Мы не орган, который... Нюансы, это же получается. Карательный или орган, который может наказать. Контролирующий. Да. Мы можем, значит, дать консультацию. Рекомендацию. Рекомендацию. Объяснить. Мы проводим семинары животноводства. Недавно у нас был семинар. Вот, было очень много людей, прослушали нормально. Мы проводим. Сейчас готовимся в апреле месяце, по-моему, да, Иван Трач? У нас есть семинар о... Сдача в аренду пастбища. Их используем. О, сдача в аренду пастбища, да. Их используем. Там будет тоже нормально объясняться. Но контролирующим органам, именно которые могут... Могут вынести какое-то решение. Есть админкомиссии в премариях. А также есть органы экология и есть агентство безопасности пищевых продуктов. Вот эти органы могут конкретно по данному пастбищу вынести какие-то свои решения. Очень интересная новость. Недавно вышла в наших информационных порталах, в информационных сетях о том, что Европа сокращает поголовье скота. Не грядет ли это и в нашу страну, и в нашу автономию того, что из-за отсутствия сырья. Сырья в плане сена, в плане того, чтобы прокормить этот скот, корма. Потому что они берут за основу не ГМО, не модифицированные продукты. Они берут за основу натуральные продукты. У нас эта проблема есть, Андрей Петрович. У нас не получится так, что тоже придется сократить поголовье скота. Ну, понятное дело, что государство следит за этим и принимается всевозможные решения для того, чтобы сохранить поголовье, увеличивать его поголовье. В нашей стране мы видим, что есть фонд субсидирования республиканский, который, кстати, в этом году увеличился. Полтора миллиарда он, по-моему, да? Да, 1,7. Вот сегодня было заседание правительства. 1 миллиард 750 миллионов лей ставит в этом году этот фонд. И в этом фонде увеличилась очень значительно поддержка, увеличилась животноводов. А требования? Требования к тем, кто подаст заявку на получение субсидий, не ужесточились? Нет, требования не ужесточились, они должны, люди должны быть зарегистрированы, это должно быть предприятие. И каждому конкретному направлению нужно представить определенные документы. Кто занимается, имеет официальную ферму, естественно, эти документы у них есть. Кроме этого, с прошлого года есть такая дотация, единовременная, один раз в год дается на одну голову. Скота дается единовременная помощь. Значит, она, если я ошибусь, Иван Петрович меня поправит, значит, на голову коровы, по-моему, 7 тысяч лей. На овцу 500 лей, на молодых коров, телят, там 5 тысяч лей на одну голову, овцы, козы по 500 лей, я сказал. И ярочки, по-моему, 300 лей. Но, кроме этого, если они племенные, еще 50% к этому идет. Это один вид поддержки. Кроме этого, есть поддержка, если животноводы строят свои фермы, покупают племенной скот. Сейчас предусматривается на производителей молока, дотации. В общем, государство делает все возможное, чтобы поддержать эту отрасль. А региональные наши? Если говорить об автономных субсидиях. Да, региональные субсидии тоже у нас есть. Значит, они тоже предусматривают приобретение племенного скота, но скота, который, племенной скот, который выращивается здесь на месте. Вот, если приобрел у наших хозяйств, которые производят этот племенной скот, значит, этот производитель, значит, владелец фермы, он будет получать субсидии с местных органов, с местных фондов субсидирования. То же касается и мелкорогатого скота. Строительство ферм тоже входит в эту перечень. Хорошо, мы говорим о субсидиях. Мы видим, как растеневодство, как ресурсы почвенные стараются на тех же семинарах. Вы проводите, да, в марте было несколько семинаров, чтобы улучшить ситуацию с почвой и с плодородием. Или, как Вы там называли это, тоже интересный семинар был, по поводу ирригационных систем разрабатывалось, да, тоже хорошо. А по поводу развития животноводства в Гагаузии, вот есть какие-то стимулирующие программы, чтобы человек, допустим, хочет развить свое подворье скота, чтобы он мог обратиться к властям Гагаузии, чтобы те вот поддержали. Есть у нас какие-то программы в этом году, предусмотренные на развитие животноводческого сектора в Гагаузии? Ну, мы говорили с Вами об этом, вот то, что есть фонд субсидирования, республиканский, гагаузский. Есть субсидии, значит, которые... Вы говорили, республиканский, региональный, это, получается, действующий сектор, действующие предприятия имеют право подать заявление, участвовать в республиканских субсидиях и в региональных. А если говорить о развитии бизнеса, об открытии бизнеса... Есть авансированные субсидирования. Стартапы, вот. Стартапы у нас есть. Есть авансированные субсидии, да, которые предусматривают при предъявлении своего бизнес-плана, вот, значит, животновод или производитель продукции животноводства, он имеет возможность получить эти субсидии, тоже предоставив определенный пакет документов в АИПа. С ними можно ознакомиться на сайте АПК, я так предполагаю, да? Да, на сайте АПК тоже есть, можно позвонить нам, если кто-то смотрит нашу передачу, 2-21-76 телефон, это отдел субсидирования, там все разъяснят, можно в АИПа обратиться, который находится здесь, в комплексе Южный, на втором этаже. Иван Петрович, очень интересен был тот факт, что мы видели, как пчеловод юный открыл свой бизнес в Гагаузии, то есть он посеял свою культуру, где его же пчелы опыляются, при опылении они там добывали этот нектар. Есть ли такая практика среди животноводов, то есть человек, обратившийся в органы местного публичного управления, в любую примарию, получить угодье под свое падбище и тоже падбище, засеять и развивать там свою культуру какую-то для корма, для выращивания корма на своего скота? Такого примера пока нет, но мы с этим сталкиваемся. Но есть такая возможность? Почему нет? Аренда земли не запрещена. Это он также, он арендует землю для пользования именно многолетних трав, как кормовая база для своих животных, будет он либо ГРС, либо овцеводство, но он может, как вы сказали, первый укос собрать, а в дальнейшем дальше посадить свое поголовье скота. А есть культуры, ограничения культур какие-то, либо любые разновидные? Это должны быть кормовые культуры. Многолетние травы. Вечер, многолетние травы. Желательно, да. Многолетние травы или можно уже, это самое, тоже кукурузу, вот, на корм скота, но желательно многолетние травы, которые можно использовать пару лет, потом скосить и пускать. Вот это называется оккультурование пастби, что говорил Иван в начале нашей передачи. Ну, такие моменты уже есть. Уже начинают при Марии, видят, что есть... У нас и закон есть, перебивая вас, Андрей Петрович, мы видели, как народное собрание наше принимало закон о том, чтобы выделять 24-я статья, по-моему, по поводу животноводства, растеневодства, чтобы арендовал человек пастбище, и он имеет право засеивать ячмень, там выделены прямо культуры какие-то. Это было бы не было. Это куда обратиться человеку, чтобы тоже такая же процедура? Он обращается при Марии, показывает, что действительно у него есть животные, они прочипированы, они зарегистрированы, есть у него такое-то количество животных, и просит для того, чтобы обеспечить этих животных, ему надо энное количество пастбищ. Если Совет Примарии имеет такую возможность для того, чтобы оккультурить кусок земли, сделать культурное пастбище, чтобы этот человек мог взять, вырастить многолетние травы, люцерну, эспарцет или другие травы, или другие кормовые культуры, то она идет на встречу. Мы за это, мы говорим об этом, и к нам тоже обращаются животноводы. Вот недавно с Кангаза были, есть Камрата, ребята, есть кому-то выделяют уже, есть Камрат, я скажу, что есть уже такие примеры, где выделяют определенное количество земель для того, чтобы оккультуровать. Но в некоторых случаях мы видим, что под видом того, чтобы заниматься оккультуриванием пастбищ, просто берут в аренду земли и уже занимаются другим делом. Хорошо, а какие работы должны они проводить? Есть ли какие-то нормы по оккультуриванию этих пастбищ? Да, давайте, смотрите, есть к нам обращаются примарии, населенные пункты тоже с этим вопросом. По поводу того, выдавать пастбище физическим лицам, которые содержат животное, но с условием того, что для выращивания корма, для того, чтобы прокормить свое животное в зимний стойловый период. Это чуть другое с тем, и как правильно сделать расчет, какое количество ему нужно. У нас, например, овцы рассчитываются из количества поедаемой кормовой единицы в суточная норма. Не из количества травы, потому что, естественно, мы все понимаем, что любая трава имеет свое питательное вещество определенного количества, которое нужно для того иного животного. К нам могут позвонить всегда за эти главные проблемы, пока мы на месте эти расчеты сделаем, потому что там есть свои формулы и свои данные. К нам обратилась буквально на прошлую неделю землеустроитель села Дизгинжа. Мы у нас сели и вместе с ним разобрались. И дело в том, что прежде чем выдавать, естественно, как сказал Андрей Петрович, представитель должен или хозяин этого животноводческих фермы должен предоставить авторизацию, в которой указано количество его голов, которые зафиксированы в АНСИ. И эта работа проводится нами совместно с АНСИ. Я предлагаю посмотреть сюжет нашего опрашиваемого респондента по поводу выпаса скота, который подготовили наши корреспонденты. В Камарате более тысячи гектар пастбища. Часть из них сдаются тем же сельхоз, тем же животноводам, которые производят животноводство. Они берут у нас в аренду. Пастбище мы можем сдавать только для насаждения многолетних трав. То есть есть люди, которые у нас арендовали землю под пастбищей, и сажают луцервы и другие виды травы, которые смогут после этого применить в скормлении своего скота. Состояние пастбищ, если будут дожди, то не будут засухи, то есть людям, где прокормить свой скот. И если не будет дождей, то оно везде у нас высохшее, и толком нечем в пастбищ производить крупно-рогатого или мелко-рогатого скота. Да, у нас в студии присоединился Григорий Алексеевич Варбан, председатель Ассоциации овцеводов и козыводов ГГУЗИ. Здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Григорий Алексеевич, насколько насущна, насколько остра стоит эта проблема по поводу отсутствия пастбищ для выпаса скота? Ну, как бы поголовье у нас уменьшилось в разы. Почему? Что стало причиной уменьшения? Причина стала сначала, я не скажу, что пастбища, просто люди влаживали всю свою работу туда, но как бы не зарабатывали то, которое должно было заработать. Это не рентабельно в наше время получается животноводство? Нет, конечно. Если вы не в курсе, возьмем в дальнейшем, должны знать в курсе, потому что сельское хозяйство без поддержки государства такого не существовало никогда. Ну, миллиард семьсот, да? Миллиард семьсот – это хорошая цифра. Вы получаете эти субсидии? Вы подавали на эти субсидии? Да мы не подавим, потому что кто и подавал, тот и никто ничего не получал. Андрей Петрович, у нас в Гагузии люди, которые подают, они получают субсидию? Или у нас все упирается в бюрократию? Вот как считают люди, то что, чтобы получить какую-то денежку, это нужно много-много бумаг, да? Я правильно понимаю? Или в чем стояла проблема? У нас вообще везде нужно очень много бумаг, понимаете? Потому что они, в принципе, овцевод, вообще животного сумма, я не знаю, кто близко может к руководству, тот может что-то видеть, какую-то поддержку. А овцеводу вообще никакую поддержку не видят уже сколько лет. Вообще никакую. Пастбища, Георгий Константинович говорит насчет пастбища, да, может где-то есть это пастбища, но нету водопоя. Понимаете? Это вот так у нас игра идет. А если не помочь, например, в данное время молодежи, молодежь уходит. Вот кто-то и хочет заняться, например, возьмем там скотоводством, овцеводством, кролиководством, есть молодые ребята, если желание. Ну, упирается сразу в штангу, потому что начального капитала, так как его нету сильно, и поддержки нету. Если человек захочет, например, где-то там хоть кусок пастбища арендовать на пару лет, чтобы что-то начал работу, его облагают так налогом, что ему уже настроение попадает, что ничем заняться. Андрей Петрович, а у нас есть практика льготного налогового периода для форс-мажорных ситуаций. Вот о чем говорит Григорий Алексеевич. Если у человека, допустим, какой-то простой, чтобы он просто налоговые каникулы. У нас практикуется такое, чтобы в поддержку. Ладно, у нас денег нет. Мы это уже слышим и в социальных сферах, и в экономических, и везде, и в медицинской. Но у нас же есть освобождение от налогов. Как касается овцоводов, да, это вопрос решается между ними и примарией. Это можно решить, если они обратятся к примарию. Примария будет над этим вопросом работать. Возможно, она согласится пойти на это или не пойти на это. Это их дело. Но я вот хочу, как Григорий Алексеевич начал свое выступление, в некоторых моментах поддержать его. Действительно, поголовье сокращается, потому что он прав не только пастбище виной, но и нарушены рынки сбыта. Я помню, раньше мои соседи, даже ребята, выращивали поросят. Была за год контора, пошли в конце, выросли, сдали туда, там загрузили фуры, отвезли. Восточный рынок наш постоянно работал, был сбыт. Для наших людей, что важно, у нас люди работящие. Если бы были рынки сбыта, все было бы нормально и все шло бы как положено. Рынков сбыта нет. Этот вопрос нужно решать на высоких уровнях. А в том случае, что он говорит, нет помощи для овцеводов, козоводов, но здесь я не совсем согласен, потому что сегодня именно фонд субсидирования предусматривает, если хозяйство зарегистрированное, имеет КХ, ЕП или же ООО и так далее. У вас зарегистрировано? Да, и он имеет поголовье свое. Он имеет право, во-первых, на единогременное пособие, то, что каждый год дается один раз в год на голову по 500 лей на овцу. Это он имеет право сделать. Далее, он имеет право, если он строит ферму для этих овец, если он покупает племенное поголовье, тоже имеет право, там 50% стоимости головы возмещается. И при строительстве ферм тоже самое, 50%. Сейчас, вот с этого года, уже на производство молока тоже будет определенный субсидий. Это закон, это не говорит о том, что вот этот мне понравился, этот не понравился. Если ты зарегистрирован, ты работаешь официально, то, пожалуйста, имеешь право обратиться, и никто тебе не откажет в этом. У нас нету? Я дополню сейчас. Регистрировали. Ваши ассоциации все зарегистрировали? Я тоже регистрировал. Весь Кагул регистрировал. Открыли ИП, как бы что говорить. Вот уже 5 лет сдирают только налоги, а никакого субсидирования нет. Как и в этом году говорили, что будет. Нет, остаемся уже в прошлом году, говорили. Есть там компания, Южный, где этот рынок. АИПа. АИПа, или вот как. Если вы знаете, Жора Патрама, в Камраде тоже занимается человек. Вот его гоняли оттуда пару раз. Мы вам позвоним, мы вам наберем тоже. Опять, никаких субсидирований вы говорите. Если у людей в Кагуле есть племенное хозяйство, их тоже не субсидировали. Вроде деньги были перечислены, сказали, беркуйте овец, обычно там ветли-чебница, то все сделали, досконально. Дошли до АИПа, подождите, мы вам позвоним, подождите, мы вам позвоним. Открыли бы и крестьянское хозяйство, все открыли. Во-первых. Во-вторых, сейчас в данное время, чтобы построить фирму, надо мне где-то миллион взять с банка и начать себе фирму построить, потянуть туда воду, потянуть свет, электричество, все. Кто мне вернет половину денег? Ну да. Есть авансированные субсидирования для начинающих предприятий. Надо обратиться в АИПу. И первым моментом, что надо сделать, надо посмотреть, какие вам необходимо будет представить документы. Бизнес-план, какие документы. И вот тогда начать. Потому что если по факту вы что-то сделали и потом обратились, где-то что-то не учли, где-то что-то не сделали, и тогда я понимаю, что приходится годами ходить и что-то упустить. Иван Петрович, хорошая проблема была поднята Григорием Алексеевичем по поводу отсутствия водопоя. Выделяют, да, выделяют. Мы видим, что территории подпастбища. А что с водопоем? Человек должен оккультуривать? Он еще и должен свой водопой там создать или как это обустроить? Мы начнем, если мы начнем с самого начала, как требование АНСы. Для того, чтобы животные у нас не болели, водопой нужно завозить воду и поить чистой водой. Так как у нас в реках вода загрязненная, и она инвазионная, так как там являются многие бактерии, и реки у нас никто не очищает. Ни одно озеро у нас никто не очищает, не ухаживает ее за биологическим разнообразием, кроме того, чтобы выращивать рыбу. Так? Кто чистит реки? Кто-то обеззараживает? Ну, это уже рыболовок. Ну, это получается отсутствие условий? Нет, нет, это не рыболовок. А кому? Вы водопой проводите, потом ваши животные болеют, потом мы разносим инфекции. У нас по поводу, сколько мы держим животноводство, мы поем. Я сделал в прошлом году. А по поводу АИПа, раз вы являетесь председателем ассоциации, так как в 2020 году, вы все прекрасно знаете, что у нас была засуха в ГАГУЗИ и по стране. К нам обратились сельхозпроизводители, и совместно на уровне главного управления АПК мы решали вопрос. На сегодняшний день мы даже не знаем, что вы являетесь председателем ассоциации, потому что вы с нами не работаете. Как мы вам можем помочь? Когда вы с нами не работаете, мы бы вместе обратились бы в АИПу, написали бы письмо. Вот, люди приготовили документ. Все документы по их требованию совпадают. Почему они не получили деньги? К нам никто не обратился, и вы в конце нас обвиняете в чем-то? Нет. В данное время я никого не обвиняю. Нет, ну вы говорите, вы не получили. А кто обратился для того, чтобы получить эти деньги? Почему сельхозпроизводители, кто обрабатывает поля и была засуха, сразу начали бить в колокола, обратились к нам. И главного управления АПК обратилось в Министерство сельского хозяйства республики, одно из первых по Молдове, и люди пошли навстречу. Насколько у нас анонсированы вот эти мероприятия, потому что мы видим, что люди даже не знают об этом, Андрей Петрович. Вот насколько идет информационная вот такая вот... Мы постоянно... Нас в данное последнее время даже не собирают весной. Чтобы должны собрать месяц. В прошлом году не собрали, поздно в прошлом году. Ладно, сейчас будем апеллировать, то, что пандемия была, то, что вот эти условия. А вот насколько часто ведется общение лицом к лицу? Мы анонсируем это, мы проводим семинары, мы размещаем на нашем сайте это. Вы все обзывали. По поводу обращения руководителей хозяйств, мы постоянно это... Но если, конечно, обращаться, ребятам надо ближе с нами работать. Контактировать с нами. В соответствии с законами, положениями принимаемыми, и тогда им будет легче. Потому что понятно, что вот там где-то, когда кричат, что вот ничего не делают, ничего не помогают. Но надо грамотно работать, приближаться к нам, к АИПе, ААНСе. Вот узнавать, какие требования, какие необходимы. Сегодня государство, я говорю, что начинался этот фонд субсидирования республиканский с каких-то 200 миллионов леев. Сегодня дошел до 1 миллиард 750 миллионов. Ну потому что это наши растеневодцы и животноводцы. Много мер, да, поддерживается. Но надо это знать. Есть хозяйства, которые очень много получают разного направления субсидий. Они работают, держат специального специалиста, который этим интересуется, постоянно смотрит за новшествами, смотрит за требованиями и информирует. Вот это надо делать. Вы понимаете, вы говорите, все по закону, а мы работаем. Если мы один раз подошли к вам, один раз или два раза, все, мы можем, не то, что мы не хотим подходить, мы не успеваем просто. Ну я понимаю. Поэтому мы и не подходим. Сейчас недавно был же семинар. Да. Был, вызвали нас туда. Говорят там какие-то удои, удои. Мы знаем это все. Нам помочь надо. У меня сейчас данное время килограмм шерсти стоит 3 лея. Сейчас стричь, ребята, хотят уже одну овцу постричь, 25 лея. Шкура стоит 10 лея. Вот еще одна проблема. А какой помощи? Еще одна проблема, по которой не зарабатывается. А водопой делаем мы сами. Я два года подряд делаю сам водопой. И делаю где ручеек, и она все время стекает, и вода уходит. И она меняется, вода. Ну тогда хорошо. Так должно быть, да. Потому что нам, если один раз подойдем, один раз подойдем, второй раз подойдем, что реакции никакой нет. Ваши проблемы, мы понимаем, и очень жалко, и хотим поддержать. Но надо работать. Андрей Петрович, а сколько у нас хозяйств зарегистрировано на сегодняшний день в Гагузе, и сколько поголовья у нас? Крупного рогатого скота, и сколько вот мелкого? У нас очень мало зарегистрировано именно в области овцеводства. Это культ Гагауза, очень жаль. У нас очень много, более 100 тысяч голов, сколько Иван Петрович? 103 тысячи голов. 103 тысячи голов. Где? В Гагаузе. В частном секторе, в частном секторе, которые нигде не зарегистрированы, ни о чем ребята не знают, и никакую помощь государство не получает. А что с кормами? Вот что с кормами? Мы видим, что ладно, там эти субстраты привозят для орошения, для всего-то. А с кормами у нас как обстоят дела? Молдова закупает, предоставляет этим людям эти предприятия? Нет, нет, мы сейчас, в данное время сейчас... Вот какая работа ведется в этом плане, чтобы... Я извиняюсь, в данное время вот сейчас... Одной травой не прокормишь поголовье? Нет, нет, мы вот в данное время сейчас с примарем, ну с примарем неоднократно, вот с зампримарем, разговариваем, ну как пошли на уступки. Вот, например, у меня есть в данное время овцематки, например, зарегистрированы, ну 200-240 голов, есть молодняк сзади. Если у меня будет, например, 250-300 голов, вот мне хотя бы 20 гектаров, например, не взять, просто пастбище спахать, а у лидеров обратно забирать. Потому что у нас есть лидеры, иногда границы не знают. Вот потихонечку-потихонечку спахивает, спахивает и спахивает. Вот мы оттуда от них обратно и заявление об улучшении сохранения пастбища, понимаете? И чтобы оттуда только налоги у нас не удерживали. Вот мы будем платить налоги, потому что так как у нас налоги не платятся. Вот аж с Дудоглова, Харлампча. У нас территории отмечены под пастбище или... Отмечены, конечно. Ну как, отмечены под бумагом. А так никто, можно сказать, что не знает, где эти пастбище остались. И чтобы не удержали хотя бы налоги, или чтобы удержали 50%. Потому что есть молодые ребята, которые не имеют сейчас по 50 голову овец или по 60. Ну думаю, человек подходит, вот дайте там человеку хотя бы 5 гектаров из метя оттуда, дайте ему. Он спрашивает, именно чтобы многолетку. Или люцерка, или экспортист, там вот такие культуры. Если уже мы войдем в зиму с нормальным, ну с травой хотя бы, тогда зерна можно сократить на 50%. А нет, если не это, не это. А зерно покупаем. Согласен, да, это правильный подход. Понимаете? А мы должны решать с премарей. Мы вот пишем заявление, например, там люцерка идет сколько она? 6-7 лет. Ну мы можем отрежать и до 10 лет. Они нам предоставляют только на 5 лет это самое, на аренду. Ну у нас, знаете, в течение 5 лет может всякое случиться. На 10 лет. Уже 10 лет там госпиталяринг кто-то не разрешает, потому что они, я не знаю, подчиняются Кишневу, наверное. Но это можно перевести, может, все в премарию и непосредственно, которая именно наши вопросы имеет. Я не имею в виду только обсоводство. Всю отрасль, понимаете? И чтобы решали именно наши здесь, местное правительство. Почему нам куда-то обращаться, чтобы решали наши наболевшие вопросы именно тут, в Гагаузе? Иван Петрович, по поводу ответа Андрея Петровича о том, что вот наши деды говорили с 6 мая по 8 ноября выпас скота. Но, к сожалению, вот люди даже в зимний период, в условиях нынешних климатических условиях, насколько реально, чтобы эти пастбища развивались. Потому что мы видим, у нас вот как-то зимы у нас вообще нет. У нас произрастание этой травы происходит вообще. Вот люди, насколько рентабельно будет вот содержать эти пастбища, вот как говорит Григорий Алексеевич, он арендует, да. Вот он будет производить выпас своего скота. У нас там, как оказывается, вот мы видим на кадрах даже, поля снимала наша съемочная группа, у нас как таковой практически растительности нет. Вот экология как-то с этим работает? У нас есть закон о животном, что написано, должна быть программа окультуривания. Это значит, подсев называется травы. Подсев, понятно, у нас засушливая погода. Засушливая погода, это один случай. Мало, много, у нас все равно, если вы видите, так же, как сельхоз производитель с осени до весны обрабатывает свою землю, она накапливает какое-то количество влаги. И если эту землю не уничтожать, и то растение, то, что копытами ходят животные, и не вырывает, и не разрушает корневую систему во время дождей. То, что происходит у нас зимой. У нас выпас производится круглогодичный. Его не нужно производить. Раньше климат, может, был чуть лучше. Но наши деды, соблюдая определенные правила и нормы, имели все. И брали первый укос, а потом целое лето до поздней осени доказано пасли своих животных. Григорий Алексеевич, а сегодня реально не производить зимой выпас скота? Вы готовы не производить? Тогда вообще никто держать не будет. У нас сейчас можно пасти, если у нас и в лесах, и в кустарниках, вот такой бурьян. Понимаете? Это никакого вреда туда нет. Вот сейчас вы обращаете внимание, в лесах что творится. Пожары везде. Там рост человека, бурьян заросло везде. А если хоть разрешат, что эти, овцы или козы. Между прочим, в Турции пасут везде. Леса, лесополоса, разницы нет. А никак это на год выход с положения. А у нас за корову плотит там 100 лей, разрешают в лесу. А овец и коз нет. Так согласны, мы будем платить. Если там есть где пасти, если что есть пасти, мы будем пасти. А если нет, нам скажут, что ребят, все прекращайте. Все, мы не будем ходить, понимаете? Как хорошо раньше. А пасти сейчас, как у нас сейчас пока вот сколько осталось, ну, это еще больше зависит от погодных условий. Если дожди будут, все будет. Вообще все будет. А если не будут дожди, то уже не надо ни ссалаться, ни туда, ни сюда. Андрей Петрович, может применить, как в старые добрые времена, до поля, трио поля, когда одно поле вспахивали, так и в животноводстве, выделять отдельные территории в этом году, отдельные территории и в следующем году, чтобы вот как-то облегчить эту ситуацию. Есть какие-то стратегии по поводу разработки плана пастбищ, пастбищных угодий, скажем? Или у нас определенные территории ежегодно одни и те же? Есть конкретно одна территория под, как она называется, категория пастбища. Все, пастбища, вот, она одна и та же, она не может, пастбище не может перейти в другую категорию, под строительство или под вращение другой сельхозпродукции. Она есть пастбище. Вот, это пастбище, к сожалению, на сегодняшний день не имеет своих границ, нету делимитации этих пастбищ. Очень тяжело бороться и решать какие-то законные моменты, вот, потому что пастбище не имеет своих границ и не имеется возможность применить какие-то нормы, когда нарушаются законы пастбищ. Вот, примария, имея эти пастбища, она не узаконила под собой. Эту работу сегодня наше управление ведет, и она в течение 22-23 годов будет полностью завершена, значит, инвентаризация этих пастбищ. И есть специальная программа республиканская, которая бесплатно сейчас ведет эту работу. И тогда уже примарии будут конкретно иметь... Генплан какой-то, да? Я правильно понимаю? Типа генплан, да, границы четко будут обозначены, и вот, как Григорий говорил, что эти лидеры постепенно-постепенно заходят в это самое пастбище, они отодвинутся, и будет точно указана граница, где твои сельхозугодия, а сюда ты не имеешь права больше сунуться. И если то сунулся хотя бы на метр-два или три, тебя оштрафуют. А сегодня примария не может оштрафовать, потому что нет четкой границы этих пастбищ. Вот этот момент очень важен, и мы ведем эту работу, начали ее уже с прошлого года, в этом году, и на следующий год завершится эта работа. Я думаю, немножко порядок в этом плане будет. – Григорий Алексеевич, относительно кормов, каков процент занимает в питании поголовье скота, скажем, корма, а какое занимает выпас скота? То есть больше отдается предпочтение на выпас или на корма в вашем хозяйстве? – На выпас, конечно. Ну, как бы, ну, где-то года два назад, по-моему, у нас, значит, вообще запретили, там, ноябрь месяц, чтобы закрывать, мол, там, Молдова закон пустил, что, короче, конец ноября все, закрыт. А как ехать к Кишневу, там вообще не закрывают, вот, в сторону Молдовы. Ну, у нас тоже, если человек, ну, где-то там близко, ну, раньше были заброшены, там, виноградники, например, то все, ну, зимой тоже пасли. А так у нас в апреле выгоняем, конец ноября, ну, закраем, конечно. – Иван Петрович, а по поводу многолетних культур? Человек, получается, сам должен их приобретать и сам их сеять, да? У нас поддержки нету в этом плане никакой? – В плане семян, ну, с этого года будет поддержка АИПы по приобретению бобовых, произведенных на территории Республики Молдовы. – Там какие условия? – Это только вышло, будет монитора фичала опубликована, мы тогда сможем обратиться к нам по проблемам. – Об этом мы в семинаре скажем. – А семинар когда будет, чтобы мы… – Семинар в апреле месяце будет, мы повестим животноводов, всех соберем, и конкретно вот по пастбищам, по вот этим новым установкам, по оккультурованию пастбища и так далее, там тоже будет говориться об этом. – Я благодарю, да. – Надо обратить внимание еще, я не знаю, кто этим занимается, экология, мы знаем, что раньше вроде от лесополуса до поля где-то метров шесть, наверное, с обоих сторон было. – Да. – А сейчас нет, сейчас уже пашут все, и перегон, потихонечку становится нам перегон. – Если мне надо перегонять стадо, например, к водопою, ну, ниоткуда. Дороги у нас, вот, Иван тоже в курсе, где дорога должна была быть, например, 9-10 метров, там осталась дорога 2,5 метра, 3. – Понимаете, дорога так, как его тоже нет. Когда человек начинает перегонять овец там на водопой, ну, по-любому заходят, овцы – это овцы. – Ну, виноваты чабаны. Понимаете, это, я не знаю, кому. Это все время об этом и говорим, что дорог нету, это самое, ну, как бы… – Спасибо вам за участие. Наша программа подошла к концу. Ждем семинара в апреле, в конце, в начале. Вы об этом уже проанонсируете. Будем следить за сайтом АПК. Я благодарю вас за участие и успехов в развитии животноводства и нашего сельскохозяйственного сектора. Спасибо. – Спасибо большое. – До встречи на канале ГРТ. – Спасибо. – Спасибо.